Привет, друзья! Сергей Бадюк, которого не пускают в Америку, и Леха Бруталика, которого пускают в Америку в программе «Мужские игрушки». Не то, чтобы я завидовал, но уж очень хотелось мне хоть раз в жизни попасть на шот-шоу или на выставку ножевую. Леха, ты сколько времени там провел? Ровно столько, чтобы понять, куда мы движемся. По-моему, он зарабатывает не только продажей ножей. Друзья, ну все о тенденциях, современных тенденциях ножевого рынка, куда мы движемся, что будет модно, что будет дорого, что будет дешеветь, что будет в тренде, так сказать, расскажет вам Леха прямо сейчас. Смотрите, учитесь! Острого дня, господа нажиманы! Сегодня я вам расскажу, что за тенденции нас ожидают в ближайший год. Надеюсь, и несколько лет вперед. Раньше ведь у нас что было? Тот же самый Cold Steel был вот такой вот обычный скучный черный. А теперь даже на базе вот этой вот рукоятки Cold Steel они стали выпускать синенькие, они стали выпускать красненькие, оранжевые и, наверное, появится еще что-то. Кстати, по этим моделькам. Это ProLight, дешевый предмет, до 4000 у него стоимость. Вот это вот Tontoid, который у нас продавался в стране уже, наверное, более полугода. А это Свежак. Это ProLight Sport. Чем он отличается от предыдущего? Естественно, формой клинка. Базируются они на одной и той же рукояти. Здесь переставляется клипс слева направо, можно левше-правше пользовать, абсолютно нормально. Вот этот клинок я лично пропагандирую все больше и больше, потому что он реально удобный. В отличие от того же самого Tontoid имеет один очень клевый хват. Вот эта выемка на обухе помогает положить сюда большой палец и приложить огромные усилия на строгающем или длинно разрезающем движении. Именно вот эта выемка и дает всю ту кайфуху, которая есть в этом ноже. И еще один момент с этим ножом. Он не варнклиф, конечно, но близок по форме. Он интересен тем, что форма самой режущей кромки позволяет пассивно тупиться этому ножу всего в одной точке. Если мы режем на доске, то доску касается всего одна точка, острый, в отличие от того же самого обычного клиночка. Когда клин у нас вот такой и мы нарезаем на той же самой доске, тупится у нас большой участок режущей кромки совершенно ненужной нагрузкой. Мы режем-то что-то, что лежит на доске. А вот в этой форме клинка, если мы укладываем, ставим вот так вот нож, тупится всего одна маленькая точка, меньше одного миллиметра. Эта форма клинка прослужит острый вам значительно больше. И опять-таки, мне, наверное, нравится еще то, что здесь отсутствует шпенек. Нет вот этих вот пней для открывания, а есть отверстия. Может быть, кому-то это неудобно, но мне ножи с вот таким отверстием на клинке нравятся больше, потому что все-таки меньше выступающих частей, они не цепляются никуда, ничем не мешают. Короче говоря, агитирую. Это называется Pro Light Spot. Свежая 2017 года моделька от Cold Steel. Причем фишка ставить синие рукояти на свои ножи не только у Cold Steel в этом году почему-то проснулась. Все чаще в интернетах мелькают фотографии тех же самых спайдерок с синими рукоятями. Например, везде уже продается эндуро с синей рукоятью и какая-то ограниченная серия, пока видел только на фотографиях, тенейшесов и ресайленсов. Вот то есть серии. Мало того, легенда из легенд. Лучший фолдер 2005-2006-2007 всех лет последних десяти лет. Лучший фолдер это Ontario Rad 1. Он тоже собака, вышел в синем цвете. Но толерантно назовем в светло-синем цвете. Весьма свежий колор. Чем интересна расцветка? Еще раз говорю, черные ножи всех задолбали. Давайте хоть как-то стремиться к тому, чтобы у нас были ножи позитивных цветов, чтобы были поярче. И самое главное, такой нож не потерять. Это важно в летнее время, когда вы на рыбалке, на пикнике обронили нож. Если он черный, милитарицет, какой-нибудь олива, он все, упал, потерял. А ножи оранжевые или синие, они хорошо видятся в траве, хорошо контрастируют, и их потерять в разы сложнее. Запомните, Ontario Rad лучший нож десятилетия по любым абсолютно опросам. Тоже вышел в синеньком цвете. Как ни странно, тенденции современных ножей все чаще обращаются еще и назад, на истоки. Следующие два ножа это представители бушкрафта. Что сие значит? Бушкрафт это ножи для работы по дереву. Ну, мы их знаем как ножи для строгания. То есть, то, что можно взять в лес, нащепить себе щепочек, разжечь костерок, построить шалашек. Обычно это были бушкрафты а-ля Мора, Хултафорс или что-то подороже, там те же самые Розелли. Большие бушкрафты не складные. Сейчас все больше производителей делают бушкрафтики складными. У меня в левой руке Финвольф. Вот в таком вот серо-оливковом цвете. В этом цвете, кстати, компания Cold Steel его уже не выпускает. Он снят с производства. И это старичок, который я взял с полки Таджира. Если вам интересно, прибегайте срочно в Таджиро и забирайте. Он реально последний из Магикан. Сейчас этот нож выпускается в цвете в синим, в красном и в оранжевом. Очень удобная модель и, скорее всего, лет несколько он будет реально в тренде и будет продаваться, покупаться абсолютно на всех континентах. Здесь стандартный для Cold Steel замок, стандартная двусторонняя клипса. Очень удобный, очень уверенный нож. Мне нравится даже очень. И, правда, всех агитирую. И этот последний взять и цветных прикупить. Если Финвольф такой относительно современный нож, то уж этот-то вы узнаете точно. Это Мартини. Это классический финский производитель тех самых финок. Обычно, опять же повторюсь, это фиксиды, ножи не складные. Но даже Мартини с вот этими скандинавскими коротенькими спусками, с толстым обушком, делают сейчас вот такие вот ножи. Которые фолдер, то есть складной нож, но в то же время является той самой финкой. Здесь алюминиевая рукоять, лайнер-локовый замочек и абсолютно те же самые финские спуски. Они же называются скандинавские спуски. Все это характерная особенность конкретно всех финок. Конечно, новинка этого года это Ferrat от Мистер Блейда. Столюка здесь D2, фреймовый замок и очень хитрая система запирания. Вот здесь вот находится предохранитель, который не позволяет ножу сложиться у вас в руках. В тот момент, когда предохранитель у нас находится в переднем положении, фрейм не оттянуть. Он его реально запирает. А в тот момент, когда мы его оттягиваем назад, фрейм можно нормально отодвинуть и сложить нож. Нож отлично собран на подшипниках, шикарно летает. Правда, очень дельное изделие. Я надеюсь, что этот предмет будет продаваться и покупаться еще очень долго. Очень надежный нож, добротно собранный. Правда, я реально горд за ребят, которые его сделали, придумали, реализовали. Потому что уж точно в хиты этого лета этот нож попадет 100%. Как всегда, переставляемая клипса лево-право. Поэтому левша-правша, пользоваться его тоже может. Замок-лайнер на самом деле не очень удобен для левши, но, к сожалению, левшей у нас много, а ножей праворуких конкретно еще больше. Поэтому, насколько я знаю, все левши уже пристрелялись давным-давно к этому замку и спокойно его закрывают и левой рукой. Главное, чтобы клипса была переставляемая и могла сидеть и в левом, и в правом кармане. В том положении, которое будет удобно именно вам. Отличный нож. Рекомендую. Не знаю, понравится, не понравится, но в трендах будет держаться долго. Странная фишка, но почему-то именно в 2017-м все вокруг меня резко вспомнили про компанию Мкаста. Компания Мкаста – это ножи японские. Вот такие вот замечательные, красивущие ножи, которые сидят, наверное, в среднем ценовом сегменте. Мкаста обычно стоит от 8 до 12 тысяч. Конечно, бывают предметы типа клипс для денег, которые стоят пятерку, и хитрые Мкасты, которые стоят там 40-50 тысяч. Но средний нож, типа вот этой вот катаны ламинированной, стоит в районе 10-11 тысяч. Мне лично в этих ножах не нравится только одно – непересаживаемая клипса. Он всегда сидит в кармане севым вверх. Но они были такие всегда, даже когда еще не были Мкасты, когда они делались, например, для браунинга. Браунинг, кстати, у меня есть. Запомните, Мкаста – старый бренд, который ворвался в тренд. Почему-то все вокруг вспоминают про Мкасту, с удовольствием ее покупают, и она вдруг стала снова модной. Хотя несколько лет про нее не было ни видно, ни слышно. Компания Мкаста – крутые японцы. Еще один классический нож, типа финки, наверное, – это вот такой Коламбия Рио. Нож называется «Нама». Я не знаю, что сие значит. Вот такая классика с ногтевым зацепом. Большая редкость в современном мире увидеть нож, который не имеет ни шпинька, ни отверстия. И, казалось бы, однорукого открывания здесь нет. Это обычная классика, типа Бака 110, который открывается именно ногтевым зацепом. Но, черт возьми, я не знаю, как у них это получилось. Но ногтевой зацеп в таком месте находится, что он весьма удобно подушечкой пальца, абсолютно спокойно оперируется. Берем, упираемся и открываем нож, грубо говоря, за плоскость клинка. Здесь уверенная такая канадская форма под скинерок, замечательный упорчик для руки и для силового реза, и для тонкой нарезки, и для строгания. Нож очень и очень удобный. Это тоже новинка 2017 года от компании Columbia River Knife & Tool. Очень клевый нож, клевая недорогая компания, выпускает очень бюджетные ножи в основной своей массе. Тоже весьма рекомендую классический бэклок, ногтевой зацеп и, тем не менее, однорукое оперирование. Можно его и закрыть одной рукой тоже. Что же еще есть у нас модного из ножей? Модные сейчас, именно летом, конечно же, маленькие фиксы. Маленькие, нескладные ножи. Сегодня я с собой принес на этот обзор два. Это вот такой Abakis Koshi, опять что-то по-японски, мне не очень понятно, от той же самой Columbia River. Это вот такая классическая японская зубочистка. Он очень маленький. У меня ладонь шириной примерно 8,5 сантиметров. Вы видите, что здесь рукоятка этого ножа, ну, сантиметров 7 максимум. Вот такой вот маленький козявочка. Казалось бы, нафиг не нужен. Но у нас лето, мы в шортах, мы в футболках, мы едем на море, мы кайфуем. Тяжелый нож нам нафиг не нужен. Нам нужен нож, который не ржавеет, который можно на цепочку, на шнурочек повесить себе на шею. Или за вот это колечко повесить на карабин, на шлевку тех же самых шортиков. Для того, чтобы у нас был маленький ножик, на всякий случай, мало ли, что нужно подрезать, что-то нужно уколоть. Хорошие, маленькие, аккуратные ножи. Если мы едем за город, то мы вспомним про Муру. В 2016 году эта модель появилась, и уж в 2017 она разошлась просто по всему миру, как метастаза. Это Мора Элдрис. Очень маленький, очень аккуратный ножичек. Он комплектуется вот такими вот пластмассовыми ножнами. Плотненько там сидит. У него прорезиненная рукоятка, стандартная сталька для Моры. Очень коротенький клиночек. Здесь, по-моему, даже 5 сантиметров нет. Но это очень резучий предмет. Я уже делал на него ни один обзор, ни два, ни три. Очень крутая штука, очень удобная. Реально нужна для тех, кто готов понять, впустить себе в поюз, в пользование, нож с коротким маленьким клинком. Его реально нужно распробовать. Это как имбирь маринованный. Не знаю ни одного человека, которому бы маринованный имбирь понравился с первого раза. Но знаю дофига людей, которые его любят, потому что попробовали второй и третий. Не знаю, кстати, насколько это байка, а насколько нет. Но эти ножны имеют вот эти вот два отверстия. Мне изначально, да и всем остальным, многим, казалось, что эти два отверстия сделаны именно для того, чтобы пропустить сюда шнур, тот же самый паракорд, и ходить а-ля Маугли. Чтобы он висел у вас на шее, висел у вас на поясе, и можно было его вот так вот на шнурочке переносить. И думал, что эти два отверстия, помимо этой паракордовой цели, служат только для того, чтобы отводить воду. Мало ли, вдруг где-то в дождь попали, намокло все остальное, чтобы не ржавел клинок. Вот эти отверстия, песок, вода, чтобы все высыпалось. Оказывается, вот байка или не байка, не знаю, напишите в комментариях, что эти два отверстия еще нужны для того, чтобы раздувать костер. Вот эта штуковина, это раструб для того, чтобы раздувать костер. Взяли, дунули, получили направленный луч, поток воздуха, и раздуваете себе костер в лесных условиях. Ну, не пикниковый нож точно, но то, что это уверенный лесовичок, который можно взять с собой, чтобы ободрать с поваленной березой себе бересты на костер. Или вырезать ложку, или сделать из коры лукошку. Все, что угодно, этот маленький ножичек с удовольствием для вас сделает. Ну и, конечно, куда деваться без флиперов. Флиперы больше и больше и больше становятся популярными. Практически все производители уже выпускают флиперы. Даже спайдерка уже выпускает флиперы. У меня с собой вот такой уверенный флипер от компании Real Steel. Это дизайн Карсона, недорогой нож до 4000 рублей, который имеет предохранитель от случайного закрытия вам на пальцы, спуски от обуха и тот самый флип-механизм. Что это такое? Это когда клинок, опять же, без выступов, без отверстий, для того, чтобы открывать его большим пальцем, вот такой дугой, как обычно, но имеет вот этот плавничок. Именно он и есть флип. Указательным пальцем дергаем вниз, и ножичек открывается. Из-за того, что внутри сидит подшипник, нож открывается очень быстро, очень качественно и с очень вкусным щелчком а-ля автомат. Спокойно складывается одной рукой и столь же спокойно открывается также одной рукой. Ну и последним в сегодняшнем обзоре у меня будет чертовски интересный флиппер. Снова от компании Columbia River Knife & Toll. Линейку этих ножей. Они представляли еще в 2016 году, в 2017 они появились в широком доступе и сейчас продаются практически везде. Эта серия называется Homefront. Что это означает, как это переводится и правильно ли это произносится, ко мне не приставайте. Расскажу только одно. Это нож, который я называю нож кижи. Сделан он без гвоздей. Что это значит? Это значит, что этот нож можно разобрать без единого инструмента. Это нож, который обслуживается голыми руками. Он имеет вот такой эксцентрик, вот этот вот плавничок, маленький черненький. И вот эту замечательную шестеренку, гаечку, откруточку. Только за счет этих двух деталей этот нож и держится в собранном состоянии. Он крепенький, он уверенный. У него лайнер-лог здесь есть, клипсы. Все как положено. Это еще и флиппер. У него замечательный флип вот этот с отверстием. И он реально флиппер. Такой мягонький. Такое ощущение, что там нет подшипников, а обычной фторопластовой шайбы. На самом деле, интересный вопрос. Давайте как раз его разберем и посмотрим, фторопласт там или нет. По звуку и по ощущениям, мне кажется, что бронзой там и не пахнет. Как мы его будем разбирать? Мы его сложим. Отодвинем вот этот рычаг в иное положение. То есть передвинем его наверх. И вот так вот открутим эту гаечку. Вспомнить бы, в какую сторону она крутится. Видимо, в эту. Крутим, крутим, крутим. И получаем, что у нас плашечку можно верхнюю оторвать. Что? Все правильно. Фторопласт. Вот этот вот белый пластик и называется у нас либо капролоном, либо фторопластом, либо еще чем-то. Белый пластик, короче говоря. Вот так вот выглядит клинок. Все, кто занимается изготовлением ножей, скажут, что это очень дорогая конструкция. Но здесь, видимо, без нее никак не получилось. Вот этот вот полукруглый вырез, за который стопорится сам нож за счет вот этого штифта, это дорогая процедура в изготовлении. И многие производители побаиваются ставить на бюджетные ножи эту технологическую операцию. Потому что это удорожает нож. Ну и все. Вот у нас осевой стопорная эта бонка и сам по себе лайнер. Вот таким образом можно разобрать нож, промыть его от загрязнений и спокойно собрать обратно. Насколько спокойно? Сейчас узнаем. Делаю это третий раз в жизни и не уверен, что все хорошо получится. Вроде сложили, гаечку закрутили, не очень туго, не очень уверенно. И рычаг пытаемся поставить в конечное положение. Во, оказывается, все нужно делать плавно с одной и с другой стороны. Флипует он ровно так же, люфт в нем отсутствует, клинок у него по центру. Серия Homefront вот эта вот производится в разных цветах рукояти, в разных материалах рукояти, в разных формах клинка. Запомните, что такой саморазборный нож есть в линейке Columbia River Knife & Tool. И есть он, присутствует, продается уже повсеместно. Ну вот, примерно на этом готов закончить сегодняшний обзор трендов, которые нас ожидают в семнадцатом году. Надеюсь, что-то из этих вещей дойдет и до восемнадцатого, и до двадцатого, и до двадцать пятого. Я вообще люблю долгожителей на ножевом рынке, потому что хороший нож должен жить долго. А если его уж и забыли когда-то, то он должен вернуться, как та самая МКаста, про которую я сегодня рассказывал. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал вам всякие интересные ножевые истории. Следите за трендами, любите ножи, смотрите мужские игрушки. Субтитры сделал DimaTorzok